Приветствую вас и на вопрос, который вы задаете, я бы ответил так. Во-первых, вы сказали, что у мужчины были свои странности всегда, и вы с ними мирились до тех пор, пока вас все устраивало. Но когда произошло так, что вы стали ущемляться откровенно в своих интересах, да, в своих потребностях, то вы, конечно, тут же начали бить тревогу и думать о том, как бы выяснить причины, по которым так происходит. Выяснились какие-то вещи, выяснились нехорошие вещи, неприятные вещи. Вы теперь говорите о том, что, значит, мужчине вы закатили скандал, испытываете к нему вы отвращение, с ним больше находиться вы не хотите, ну и, собственно, у нас вы спрашиваете, конец ли браку вашему. Признаться честно, смысл вопроса для меня ясен не совсем. То есть вы, как бы, хотите, чтобы мы одобрили ваше поведение, или хотите, чтобы наоборот сказали вам «нет», вы знаете, вашему браку еще не конец, вам нужно как-то стараться гармонизировать отношения со своим мужем и так далее. То есть вот этот момент не ясен. Понимаете, вам в первую очередь нужно ориентироваться на свои собственные желания, на свои собственные потребности, на то, чего хотите вы в первую очередь, а не кто-то другой. И, самое главное, вам нужно ориентироваться на то, что вам приятно, наоборот, чего вы хотите. Ну, например, у мужчины, конечно, в возрасте 56 лет могут наблюдаться проблемы со здоровьем, мужским здоровьем. Мужчины могут наблюдаться различного рода проблемы, и на это нужно делать скидку, если вы его любите. Конечно, нельзя одобрять того, что он делает. Нельзя, как бы, поддерживать его в этом, если для вас это неприемлемо. Но, прежде чем расставаться, прежде чем разводиться, это вы, я уверен, всегда успеете сделать. Желательно бы понять, чем продиктовано такое вот поведение мужчины. Ну, вот, закатили вы скандал. Предъявили запись. Как бы, понятно. А реакция мужчины какая? Зачем обязательно закатывать скандал? Да, я понимаю, вам неприятно. Но у мужчины есть какое-то обоснование для того, что он делает. Если он, например, не хочет с вами спать, если он не хочет вступать с вами в интимную связь, если вы его не привлекаете, то это необходимо озвучить. И вот тогда встает вопрос. А готовы ли вы это принять? Насколько для мужчины широко распространяется подобное неприятие вас? То есть, касается ли это только интимной сферы? Или есть какие-то еще моменты, связанные с этим? Момент отдельный. И если для вас неприемлемо то, что происходит, если вы не готовы понимать мужчину, если мужчина не стремится идти к вам на встречу тоже, то тогда, конечно, нужно разводиться. Но развод – это как бы крайняя мера. Крива нужно попытаться разрешить проблему. А проблема есть. Она есть у вашего мужа, потому что он, вступив с вами в брак, по сути дела, перестал с вами в спа. И даже что-то на это повлияло. Вот что именно, нужно и понять. Возможно, если вы скажете мужчине, что в принципе готовы с ними жить, и готовы ему все простить, если он обратится, например, к сексологу, пройдет обследование, да, при наличии депрессии диагностирует ее, пройдет курс терапии от депрессии, то в таком случае вы готовы с ним жить. Но для этого ему нужно показать вам, что он готов что-то делать, для того, чтобы ситуация изменилась. И если он готов, если он сожалеет о том, что произошло, такое может быть, потому что из вашего текста непонятна его реакция, то тогда говорить о конце брака преждевременно. Сперва нужно попробовать его сохранить. Если же от мужчины никаких конкретных действий для улучшения ситуации не будет, тогда можно говорить о том, что его вы не очень волнуете, ваше удовольствие тоже его не очень волнует. И тогда можно говорить о том, что действительно стоит начать думать о раздельном проживании. То есть не нужно сразу рвать все отношения, не нужно сразу говорить о разводе. Это успеется. Вы просто можете для начала заявить о том, что если он позволяет себе какие-то вещи, то и вы будете позволять себе какие-то вещи. И если он ничего не изменит, то вы скажете, что я хотел бы пожить отдельно, потому что мне неприятно, что ты делаешь. И вот уже когда вы будете жить отдельно, можно говорить о разводе. То есть постепенно давать мужчине понять, что вы не приемлете и не собираетесь смириться с тем, что есть. Вот это было бы самым правильным вашим поведением, самым верным выбором данной ситуации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.